Здравствуйте, меня зовут Мария Зайченко, я из Самары, но буквально месяц назад я переехала в город Биробиджан, в еврейскую автономную область. Я тоже выпускница программы «Муравьёв-Амурский», и вот после программы поехала развивать образование. Ну, собственно, для меня очень важно как содержание, так и те условия, в которых занимаются ребята. И своё знакомство с регионом я начала с того, что я езжу в школы, знакомлюсь с коллегами, смотрю, в каких кабинетах идут занятия. И в рамках нацпроекта образования по всей стране построено много классных современных школ. Но вот такие маленькие регионы, как еврейская автономная область, мы сталкиваемся с некоторыми сложностями, потому что деньги по нацпроекту выделяются по укропнённым нормативам, и получается, что вот та недостающая часть, реально стройка, выходит дороже, и регион должен перекрывать вот эту разницу. Таким регионам, как наш, это сделать очень сложно, и, может быть, в рамках разработки новых национальных проектов можно как-то пересмотреть подход к определению размера средств, выделяемых регионам. Можно, можно и нужно, но это общая проблема для Дальнего Востока. Всё дороже, поэтому, ясно, это не влезает в общие стандарты, это очевидно. И вот в новом нацпроекте «Молодёжь России», конечно, вот это тоже надо учесть будет. Что касается строительства, то сейчас, ну, правительство это прекрасно понимает, и сейчас разрабатываемые стандарты, они такие. Будем исходить из средней стоимости уже построенных зданий, сооружений, учреждений. И, исходя из реальной стоимости уже построенных объектов, будет рассчитываться и стоимость тех, которые планируются. Спасибо. Я думаю, что это самый такой правильный подход. Ну, конечно, нужно будет делать поправку ещё и на инфляцию, там, и на текущий рост цен и тарифов. Спасибо.